Кухня в Хрущевке. Ну, обычно эта комната где-то по размеру не превышающая 5-6 квадратных метров. И если вы обладатель такой кухни, либо просто вам интересна эта тема, то тогда это видео для вас. Такие помещения строились еще во времена правления товарища Хрущева, поэтому и такое название. Кухни этого типа не отличаются, конечно, хорошим дизайном, какой-то большой свободной площадью, где можно разместить много интересных полезных вещей. И главное, конечно, назначение такой кухни это просто готовка еды. Но дизайнеры сегодня умеют из этой маленькой кухни сделать очень удобную кухню, в которой можно не просто готовить, кушать, а еще даже и обедать. Какие бывают виды планировок, я уже в одном из своих видео рассказывала. Ссылку вам оставлю внизу под этим видео, зайдите, пожалуйста, посмотрите. Здесь же скажу буквально в двух словах. Если вы, например, выбираете линейную планировку, то в таком случае техника бытовая и шкафы все размещается вдоль одной из стен. И такая линейная планировка удобна, если в вашей семье не больше двух, но максимум трех человек. Еще бывают Г-образные планировки, она называется по-другому угловая. И обычно в таких планировках мебель и технику располагают вдоль стены с окном смежной с ней стены. Ну и данный вариант планировки хорош тем, что вы можете успешно задействовать в работу угол маленькой кухни. И в такой угол, например, можно оборудовать мойку, под которой расположен напольный шкаф. Может быть, какой-то скошенной геометрией сделать. Угловая планировка удобна для хозяев, так как сокращает ненужное перемещение по кухне. Все практически у вас будет находиться под рукой и хорошо подходит для квадратной формы кухни. П-образная планировка, ну, я бы сказала, наверное, это не слишком удачное решение для кухни в хрущевке, так как гарнитур займет три смежные стены и, соответственно, сразу сокращается свободное место для перемещения. Такая кухня сразу будет как визуально казаться тесной, так и в практике. Это будет очень тесно и у вас, в принципе, не останется свободного места даже для обеденного стола. Хорошо, конечно, маленькие кухни в хрущевках делать в минималистическом стиле и использовать такие материалы, как стекло, металлические поверхности разные. Идеально, которые подчеркнут выбранный дизайн и при этом они не утяжеляют, как правило, маленькую кухню. Для того, чтобы визуально ваша кухня казалась больше, вы можете воспользоваться, например, стеклянными дверцами на фасаде, либо, например, столешницу можно сделать стеклянную. Если вы любите натуральное дерево, то, конечно, выбирайте светлые расцветки, будет смотреться благородно и роскошно. Пусть ваш дом, дорогие друзья, будет уютным. С вами была я, Ксения. До новых встреч!